Прежде чем макнуть попку, было принято решение дойти до уникального места. Реально уникальное. Сейчас покажу. Сейчас уже 7 с лишним утра. У нас Мия в 7 утра здесь просыпается. Не знаю почему, и мы идем на завтра. Обалдеть, смотрите, какие пальмы. Ты что, завтракать идем, да? Пошли. Бежит. Где кушает? Ну-ка, покажи мне. Вот по той аллее мы сюда прошли. Там столовая я сейчас покажу. И здесь вот есть такие домики двухэтажные. Ну, на вид они очень классные. Кстати, надо заглянуть. Мы-то живем в большом доме. У этих домиков есть особенность, то, что у них вот туалет и души там. Сейчас пройдем, посмотрим, что там. Вот такая лестница. На второй этаж очень красивая, я знаю. Самое интересное, что Wi-Fi ловит вообще по всей зоне кемпинга. Кстати, это вот здесь домики, а там через мостик, сейчас покажу, там кемпинг. Да, тут даже можно заглянуть. Вот так вот выглядит комната, розетка, свет. Все есть. Самое главное. Мы здесь уже три дня живем. И что интересно, это то, что в этих домах всегда прохладно. Я не знаю, как они это делают, но у них тут всегда прохладно. И сухо. Заметьте, окна пластиковые. Пластик. Здесь вот наша столовая. Ну, тут мы кушаем. И сейчас пройдем вот там зона барбекю и зона для общения. Как я обалдею в Абхазии от пальм. Кстати, забыла про цены рассказать. Домики здесь в этом кемпинге стоят полторы тысячи рублей с человека с трехразовым питанием. Ребята, питание здесь отменное. И вот здесь вот мы играли. Шарик. Да, Мия уже тоже умеет. Жарили шашлык. И здесь вот вечером кушали. Сюда же музыку можно включить. Но здесь такая тишина кайфовая, что мы это не делали. Вообще за эти три дня, что мы тут пребываем, я просто получила вообще вот просто мега удовольствие от тишины. Просто тишина. Мы сюда, когда только заехали, я Васе говорю, Вася, ты это слышишь? Он говорит, что я говорю, тишина. Просто тишина. Пойдемте посмотрим инфраструктуру, которая тут есть. По указателям понятно, да? Что туалет и вон там душ. Души круглосуточно. Вода, мало того, она круглосуточно. Горячая. Для тех, кто бывал в кемпинге в Крыму, те знают, что там души открыты по расписанию. В основном. Вот так вот выглядят туалеты. Даже унитаз есть. Это для кемпингистов. Оттуда пришла сюда, к душе. Обратите внимание, видите, река. Но здесь на самом деле кемпинг у моря. Сейчас все покажу. И захожу переодеваться. Там вот даже есть сцена. А мы сейчас через мостик идем к кемпингистам. Это все относится к базе отдыха Тамыш. Здесь есть лодка с моторчиком. И здесь есть рыба. Реально большая рыба. Вот чья-то уточка, по-моему, мальчиков. Они решили куда-то отойти. Аккуратно, не попадись на этот крючок. Здесь есть вода. Обязательно. И вот уже сам палаточный городок. Эту камеру абсолютно совершенно не видно. Ну, а вон море. Мы сейчас пройдем туда. Тут вот какой-то... А, это зарядка вот. Розетка точнее. Здесь люди, наверное, спят, а я им мешаю. Потому что время уже 8 утра. Это что-то похожее на дольмен. Но не думаю. Вон еще палатка стоит. В палатке здесь остановиться стоит 200 рублей сутка человек. Нормальная цена. Вон постиранные вещи висят. А тут можно за 100 рублей в стиральной машинке стирать вещи. Ну, там вон колесо можно кататься. Вообще на территории качели есть. Не одни даже. Вот комаров нет сейчас. Но вот на закате примерно где-то есть 1 час, не буду врать, когда комары активизируются. Они могут вас покусать, но потом пропадают после заката. Ребят, я из тех туристов, типа, а что здесь еще море было? За 3 дня я вот впервые, можно сказать, так близко приближаюсь к морю. Это собаки с нами с турбазы вышли. Ну что, пойдем потрогаем водичку? Прежде чем макнуть попку, было принято решение дойти до уникального места. Реально уникальное. Сейчас покажу. Смотри, что я нашла. Тут так много маленьких классных ракушек. Надо на память взять. Обалдеть. И это коса. Здесь река встречается с морем. Я, конечно, знаю, что все реки впадают в море. Но обычно это выглядит так, что там, например, вдоль пляжа течет какой-то ручеек. А вот так, чтобы наглядно было видно, что вот она река. Вон она, видите, вот идет река, 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 река. И раз! И впадает в море. Кстати, здесь вот даже чуть-чуть вытекает. Ну что, ребята, сейчас я буду купаться в река море. А вы когда-нибудь купались в река море? Я побежала в река море! Точнее, сильно не побежала, Галька. Теперь возникает один вопрос. Что теплее, река или море? Мои пальцы-детекторы готовы. Отпускаем пальцы-детекторы в воду. Море теплее. Я одновременно в реке и в море. Тут солено. Тут не солено. Море чистое, как слезиночка. Как слезиночка. И теплое. Пока я тут ищу пакет, чтобы собрать ракушки. Маша хочет изменить его узло реки. Я его отговаривала. Но он говорит, что он обязан это зачем-то сделать. Господи, первые 40 лет детства у мужчин самые сложные. Реально? Ну и что? Блин, да это долго тебе копать. В общем, у каждого свой фетиш. Пока Мия кидает камни в реку, заполняя ее, Василий копает. Я собираю ракушки. Игрушки все время, хочется сказать, но не как игрушки. И здесь очень-очень-очень много классных. В общем, пока там дело идет, давайте я вам расскажу про поездку в Абхазию в этом году. Если честно, в этом году все было намного по-другому. Пусть будет интрига. В прошлом году мы оставили машины наши в Сочи и въехали сюда на автобусе и путешествовали все время экскурсиями. Почему? Потому что начитались отзывы, вы видели много в интернете, что стоит только заехать на территорию Абхазии и все просто. Гаишники тебя останавливают, штрафуют там на 17, на 25 тысяч рублей. И в общем забирают права и там всякие разборки. И машины обворовывают. И в общем мы решили поехать автобусами. Побывав в прошлом году в Абхазии, мы кое-что поняли. И поэтому в этом году мы поехали на машины. Честно скажу, я, конечно, очень переживала. Очень переживала, особенно когда проезжаешь мимо поста ГАИ в Абхазии. И вот так вот прям сердце замирает, что вот сейчас остановится, сейчас прикопается, сейчас что-то начнется. Но нет, ни разу, абсолютно ни разу нас не остановили. К слову скажу, что за последнее время в Абхазии очень-очень следят именно за гаишниками. Почему? Потому что большой турпоток был в Абхазию, и он немножко снизился. И когда люди поняли, те, кто в турбизнесе завязан, то есть ательеры, кафе, я не знаю, автобусники, очень много людей здесь в турбизнесе, экскурсии различные. И когда они поняли, что просто они теряют деньги, потому что гаишники, наоборот, полнеют, так скажем, толстеют и набивают свои карманы, они стали с этим бороться. И я вам скажу, у них это получилось. Реально получилось на все 100%. Во-первых, вас не имеют права останавливать вне поста. То есть есть определенные посты ГАИ, ДПС, где вас могут остановить и проверить, что у вас там в машине, или, может, еще какие-то вопросы задать. Во-вторых, оставлю номера телефона в горячей линии, то есть всегда можно позвонить, если у вас есть какие-то вопросы. Ну и в-третьих, если вы находитесь в Абхазии не более месяца, то вам никакие документы дополнительные не нужны. Если более месяца, то вам нужно поставить машину на учет в Абхазии. В принципе, все. Я еще раз повторюсь, что я не заметила никаких... Ну то есть и я у людей спрашиваю, туристов, которых вижу, я говорю, вас останавливали, какие-то проблемы были, нет, не было. Все. Главное, это не нарушать, конечно же. Таблицу штрафов за нарушение я тоже сейчас поставлю на экран крупно, чтобы вы видели. Может быть, кто-то там запринтскринит, может, кто-то запишет, перепишет, чтобы вас не обманули. В принципе, все. Ничего страшного в Абхазии нет. На машине ехать можно. А мы сейчас вообще находимся в Восточной Абхазии. Ребята, здесь, по крайней мере, на базе вот этой тамыш, даже машины открытые стоят. Днем, ночью я вижу, да. Вообще вещи не берут. Мы там ставим наш ноутбук, заливать видео, и я как-то спокойна за этим. Конечно, в больших городах, может быть, и есть какие-то грабежи там или какое-то воровство. Но я не сталкивалась, еще раз повторюсь, что вот лично меня это все обходит стороной. И я вернусь сюда весной однозначно. Люблю Абхазию. Ну, серьезно скажу, что вот в этом кемпинге я бы остановилась. Во-первых, здесь везде деревья. То есть даже если ярко солнце светит, выйдет вот днем, здесь всегда тенек и прохлада речная. И плюс, огромный плюс, это то, что здесь не бывает темно. Смотрите, здесь есть свет, то есть вот подсвечен. Все видно. Все безопасно. Вот так вот можно делать. Ты же к основателям наступаешь. А, ты снимаешь. Ну, страшно вот так. Туда сиди. Играйте. Смотрите. Ну, сме schauen. Субтитры сделал DimaTorzok